Сегодня мы вам покажем совершенно другое Другое отношение к людям Другое отношение к своей земле В городе везде 120 А сюда приезжаешь и можно зайти в магазин И купить за 40 тенгет Это просто пример отношения к своему родному краю В поселке нет ни одного двоечника? Нет У вас прям золотой поселок Ни одного двоечника Здесь обеспечен свободный доступ для населения Свободный бесплатный доступ Нас сюда никто не звал Обычно где хорошо нас никто никуда не зовет В отдаленной деревне Акмульской области От областного центра Выпускают свои сборники авторских песен Пожалуйста Почему не занимайтесь своим родным краем? Вот вам пример Уголь ничего от этого не имеем Неселенно покупаем Привозим И раздаем по домам Еще и бесплатно Приедьте в Заречное Посмотрите как здесь все это работает Это работает Село состоявшегося социализма Скажем так В Акмульинской области Дорогие друзья Акмульинская область Есейский район Поселок Заречное Буквально недавно мы сделали два материала по селам Акмульинской области Мы были в поселке Новый Калутон и в поселке Караколь Острогорского сельского округа Астраханского района Акмульинской области И еще мы были в поселке Вознесенко Это Буландинский район Акмульинской области Там мы сняли репортаж Который просто поставил в шок нас Как там живут люди В каких они условиях проживают И как всем пофигу на их проблемы Сегодня мы вам покажем совершенно другое Другое отношение к людям Другое отношение к своей земле Другое отношение к месту Где ты живешь Где ты работаешь Где ты зарабатываешь деньги Ну а прежде чем мы начнем Подпишитесь на наш канал Нажмите лайк и колокольчик Чтобы не пропустить следующее видео А также подпишитесь на наши проекты В инстаграме и в телеграме Мы там оперативно вытаскиваем новости О Кокшитал и Акмульинской области в целом Это вы его В этот памятник восстановили Им был награжден район получается Нет, это село Село именно Да, да, да Сельского округа Ну в то время село За заслуги получается Достигнут и увеличение производства Зерновых культур ТО работает около 500 человек 500 человек Да, население 1200 Это пол села получается Пол села работает, да ТО, да Средняя зарплата Средняя зарплата 140-150 Для села это как, нормально вообще? Считаешь, что для села нормально? Ну смотря тут же есть разные Есть которые где-то зарплату Плотить 140-150 Но при этом Обеспечение То же самое там Сено, хормовые А пайщики? А здесь запай они получают Запай получают, да Мы подворно подвозим уголь Подворно? Да, подворно Кто-то хочет, допустим, за паи Кто-то уголь хочет Но основном все получают за паи Деньги получают Ну где-то в злом месте может приобретают А так мы где-то ежегодно Две с половиной тысячи тонн угля завозим Может кто-то там хочет Они же разные Там где-то шубаркуль хочет Кто-то майкл-гунский уголь хочет А так уголь Ничего от этого не имеем Деселе покупаем Привозим И раздаем по домам Кто сколько выпишет Еще и бесплатно Доставка, да? Доставка все бесплатно Да, в районе и на каждый день Вот в районе, допустим, грубо скажем Уголь стоит 13 тысячи деньги Мы привозим 14 тысячи деньги Раздаемся людям И по домам разводим А вот так? Да-да-да Прямо по домам То же самое Корма Каждый дом Они пишут заявление Ну, как обычно оплачивает Корма у нас Почему мы сейчас сколько? 30 тысячи деньги тонна Это ниже и рыночная Это ниже А рыночная, сколько цена сейчас? Рыночная цена Даже можно сказать Если я скажу 100 Это будет нормально Да, вы че Это то есть дешево еще Это дешево И люди же не могут купить его нигде В многих местах Не то, что там его Это дорого Его вообще нету Мало Вот фекарня содержим Получается хлеб 40 тенге 40 тенге Да Хлеб 40 тенге Вес Вес 800 грамм Сколько Как считал хлеб стоит? 140 140 150 Да Здесь Здесь Вообще Последний раз Ну Акимов сказал Чтобы не выше 120 было Ну Не знаю Как Ну То есть Получается В городе Везде 120 А сюда Приезжаешь Можно Можно зайти в магазин Да Можете Заходить И купить за 40 тенге Нету ограничений Там Чужой Или там Проезжий Кто проезжает Бывает Соседних Заезжает Покупает 40 Как бы При этом Хлеб свежий Хлеб свежий Одна булка хлеба Столько не стоит Он прям Теплый Горячий Свежий Да Но Очень вкусно Вот Здесь был Старый стадион Мы его Основательным Это тоже Не государственные Деньги Это Деньги ТО Деньги ТО Это Получается Покрытие Искусственное Да Это Беговая Дорожка Это Тавтанова Это Искусственное Покрытие Да А ухаживаешь За ним Тоже ТО Да ТО То есть И траву Постригаем Траву Стригаем Да Отдельный Человек Тут Занимается Есть Заведующий Стадионом Назначили Чтобы Закрывал Открывал Анина Богдановна Я хотел бы Задать о том Как вообще Себя чувствует Молодежь В поселке Ну Молодежь У нас Очень активная Все занимаются Спортом Волейбол На стадионе Вечерами Постоянно Полный стадион Играют в футбол Легкая атлетика Легкая атлетика Пауэрлифтинг Пауэрлифтинг Есть Там Построили Спортшколу У нас Очень активная Молодежь Часто выезжает На областные И районные Соревнования Вечер В поселке Есть чем заняться Конечно Секции Открытые Секции Секции Какие Пауэрлифтинг Тяжелая атлетика Волейбол Футбол Бывает такое Чтобы кто-нибудь Там Дебоширил Там Ну это уже Мусорил Там Иногда Если Да Да Есть такое А так Молодежи Нет Спортсмены Все В основном Много молодежи Уезжает С поселка Ну как школу заканчивают Практически все Уезжают Некоторые личности Могут оставаться А почему уезжают Потому что учиться Надо Образование Получить Некоторые приезжают Обратно Работают здесь Да Вы бы вернулись Назад Ну смотря Куда Поступлю С чем свяжу Своё будущее В принципе Можно и здесь Если это связано Что-нибудь С техникой Агрономией Ты Нин Да Здесь есть работа На мою специальность Которую я выбрала А какую ты выбрала Специальность Педагогическая Педагог-психолог Педагог-психолог Да Когда ты заканчиваешь школу Через сколько лет В следующем году Я в этом году В этом году уже заканчиваю То есть у тебя впереди ЕНТ И все эти Все эти Адский путь Нужно пройти Да Получается Ну удачи тебе На Алтенберге не тянешь Нет Ну вообще Вроде как Возможно и тянешь Возможно и тянешь Да Ну я отличница Отличница Да Ты Богдан Я нет Хорошист Хорошист Но есть троечка Нет Сразу Видел как ответить Нету Вообще Здесь период Нет Только двойки А вы так каку Есть двоечники Вообще Нет Да вы че Троечники Все Двоечников нет В поселке нету Ни одного двоечника Нет У вас прям золотой поселок Ни одного двоечника Построит Такое здание Но здесь в принципе Все есть Я так смотрю И для ног Станок есть И для сжима лежа Качество Скажите мне В каком поселке Есть все Для того Чтобы заниматься С силовыми видами Спорт Это фитнес Центр Такой небольшой По большому Дорожке Здесь обеспечен Свободный доступ Для населения Свободный Бесплатный доступ Бесплатный Еще Вот подсказывают Бесплатно Бесплатно Можно ходить В фитнес зал Ну конечно Не в городе Деревня Всеми Я так скажу вам Вот я был В разных Деревнях Да Но я такого Еще не видел Чтобы Паркет Туалет Фитнес-центр Причем Нехилый Такой Я такого Еще не видел Я был В ЗАГСах Есть Такой Но там Как бы Олимпийского резерва Типа того А здесь Просто И это все Т.О. Благодаря Да Это прям Достойно Да Тут тоже Есть У нас Несколько Чемпионов Именно По поллифтинг По поллифтинг Да Уже Короче Зал выпустил Чемпионов Да Своих Да Вы что Поздравляю Это Здорово Страны Или области Страны Это местный дом культуры Получается Дом культуры Он тоже построен За средства ТО Получается Сейчас зайдем Внутри Посмотрите Как это все сделано И вот еще Брусчатка Тоже В зимнее время Механизаторы Работает В цеху Это местный Наше производство Вы сами сделали Брусчатку У нас есть цех По производству Пескоблоки Брусчатки Бордюров То есть у вас Безотходное производство Вы можете В принципе Сами все себе Изготовить Все материалы И построить Конечно У нас есть здания Которые построены Свои материалы Но мы сами Да вы что Конечно Песок приобретаем Потом что Там должно быть Листинзионное Все как положено Цемент покупаем Остальное Все свое Конечно И получается Брусчатку сделали Клуб отстроили Сами Здорово Пойдемте посмотрим Клуб Все мероприятия Поселки здесь Прохло Да Все мероприятия Ну вот просто посмотрите Как выглядит Этот В поселке Дворец Просто посмотрите Сейчас я так понял Здесь Избирательный участок 5 июня Референдум Да Поэтому у нас Избирательный участок Весь сельский округ Здесь будет голосовать Вот здесь зал 200 мест Да Получилось Здесь все Потолок Все было старым И вот Все убрали И заново Все восстановили В 2015 году Прямо такой ремонт Хороший Это все делали Местные ребята Механизаторы И трактор Здесь получается Полное идет Содержание клуба Да Коллективы свои Есть Сколько коллективов Я бы сказал Где-то в шесть У нас тут девочка Которая Ну вот такие Показывают Сами пишут песни Только Где-то нам все Разрешить Мы хотим Кажется поехать Тот самый момент Когда вот Берешь И создаешь Условия В отдаленной деревне Акмолинской области От областного центра Выпускают Свои сборники Авторских песен Пожалуйста Вот Раз сборник Еще один сборник Еще На третью Ну вот увидите Такой пока Рука записывает На третью Уже Три сборника Просто авторских Песен Коллективы Получается Детские Еще и взрослые А мы знаете Как хотим Делать Чтобы это было Приемлем Значит старшие Группа Селянка Там вот Женщина Костюм У них Такие Потом У нас Есть средние Потом Уже 75 год И потом Есть Моя дочка 13 Год И есть Все маленькие Такие Вот Четыре Поколения В этом Год Детей Поэтому Мы хотим Чтобы Все Было Как Я Пока Все Рассказываю А я Тысячу лет Не видел Мини дискер Так вот Я делаю Мини дискер У меня есть программа Специально Мини дискер Делает цифровую И кто идет Сейчас вам покажем Как выглядит Обычная Столовая В поселке Заречный Обычная Столовая Вот Здесь проходят Все мероприятия Скромненько Со вкусом И Главно Чистенько Все Ну Такой зал Солидный И Камин Работает А сколько У вас стоит Обед Один Ну На данный Момент Где-то Тенге Пятьсот Это Включает Первое Второе Комплексный Пятьсот Тенге Комплексный Обед И чай Получается Сколько У нас В городе Стоит 1200 Два раза У нас Все Удивляются Кто Заезжий Они Все Удивляются Что Дешево Ну Да Здесь Так Такой Скажем Так Современный Социализм Цены Мы Свои Внуков Что Нам Отписывают Мы По Этим Ценам Расчет Калькуляция Идет Калькуляция 370 370 220 370 Вот так Посмотря Что Тоже Так Простой Пример Как бы Наглядный Мы Были В Новом Колутоне Наш Выпуск Ссылочку Оставлю Здесь Центральный Парк В ужасном Состоянии Просто Везде Мусор И Тоже Ленин Стоит Там Центральном Парке Все Просто Ужасно И Посмотрите В Заречном Какой Парк Все Очень Красиво Скоро Здесь Нам Сказали Что Высадят Цветы И Все Пострижено Все Убрано Лежит Брусчаточка Это Просто Отношение Это Просто Пример Отношения К своему Родному Краю У местных Властей И У Допустим Тех Людей Элементарно Здесь В это Все Вкладывают Им Приятно Ходить По Этим Улицам Смотреть На Этот Парк И Просто Наслаждаться Своим Родным Краем И Своим Родным Селом Мы Кстати Приехали Сюда По Собственной Воле Посмотреть На Это Село Потому Что Нас Сюда Никто Не Звал Обычно Где Хорошо Нас Никто Никуда Не Зовет Люди Здесь Живут Без Напряга Какого То Просто Радуются Жизни Работают Здесь У них Очень Все Благоустроено Вот Смотришь На Это И Думаешь Вот Вот Эти Все Места Где Мы Были Это Вознесенка Новый Колотон Вот Власти Которые Там Находятся И Люди Которые Там Работают Выжимают С земли Деньги Максимальные Ресурсы Вы О чем Думаете Вы Почему Не Занимайтесь Своим Родным Краем Вот Вам Пример Элементарно Приедьте В Заречное Посмотрите Как Здесь Все Это Работает Это Работает Понимаете Я Не знаю Просто Чем Вы Там Думаете Какими Нужно Быть Людьми Чтобы Не Заботиться О своем Крае Вы Все Таки Живете И Черпаете Силу С Этого Места Я Просто Не Понимаю В Сметении Нахожусь Я Вот это Контраст Мы Этим Фильмом Хотим Передать Именно Это Люди Со Спящих Калачей Насколько Мне Известно Они Сюда Переехали Да Мы Перезли Получается Восемь Семей Они Проживают Дом Восьмиквартирный Для Для Приезда Было Не Построили У нас Здание Было Двухэтажное Обустроили И Провели Отопление Воду Заселили Для них Было Приобретено Кухонная Мебель Кровати Все Необходимо То есть Вы полностью Обеспечивают Полностью Обеспечивают Да Это Человек Рожительный И Вообще Хороший Человек Чтоб К нему Обращаться Он Все Делает Вот Я Скажу Это Я Волентин Собитого Спасибо 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 Он Человек Хороший Не Я К нему Обратился Мне Всегда Спасибо Пойдем У него Вот Это Хорошая У него Это Не снимайте Хорошая Хорошая Спасибо На Любимая Как Никак Я Обращаюсь Всегда К ним Обращаюсь Они Очень Уважительные И Вот Спасибо Спасибо Большое Спасибо Большое Это Было Не Подстроено 100% Дети Оставляют Велосипеды И Они Можут Здесь Стоять Никто Его Трогать Не Будет Смотри Телефон 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 лежит И вот Никто Трогать Не Будет Вот Дорога Вначале Когда Заезжаешь В принципе Дорога До Поселка Начиная Вот От Трассы Да Она Ужасная Такие Дыры Там Прям Серьезные Здесь Уже После Знаменки Более Менее Грейдер Такой Это Которую Вы Говорите Это Дорога Республиканского Значения Жесказган Петропавлов Оттуда От Знаменки До Заречного Это Местного Значения Районного Значения Дорога Получается Вот Эту Дорогу Которая Ужасная Ее Должны Ремонтировать За счет Республиканского Бюджета Я Как Про нее Запрали Делал Запрос Депутатский Мне Ответили Что Он Вошел По Программе Нурлужил До Двадцать Пятого Года Должны Построить Смотрим На Двадцать Второй Год У нас Запланирован Здесь Водопровод По поселку Будет Тянуться По Сему Да Как Закончится Водопроводная Работа Все Строительные После Этого Будет По Программе Дорога По поселку А за Чей счет Поселковой Дорога За Чей счет За Смотр По программе А уже У них Деньги Финансирование Все Есть Сметную Документацию Мы сделали У нас Сметная В Могруге Два Села У нас Там Еще Немножко Есть Село Дальнее Село Заречное Как Водопровод Рассчитан И на Село Дальнее И на Село Заречное А Вот Так Да Там Здесь Есть Старый Водопровод А В селе Дальнем Вообще Не было Там Колодцы Освещение Весь Поселок Освещение А у Вас Здесь Есть Врачи Или Только У нас Фельдшер Медицистер Как пережили Ковид Вы же были На острее Атаки Тяжело Было Но справились Справились Двоем С фельдшером Двоем Весь Ковид 1300 Человек Вы Обслуживали Получается Да Еще И Аппарат И Аппарат И Приобрели Да У вас Есть Свой Собственный Да А Вообще Сколько Тяжелых Было Были Вообще Тяжелых Коронавирус Еще Был Да Был И Мест Не Был Тяжелых Болев В то Время По-разному Бывало До 20 Человек Вот 20 Человек Да Мы Всех Кололи Три Раза В день И Смертельный Случай Были Все Мы Пострадали От Ладно Вам Хорошего Дня И Главное Здоровья Вам ТО И Акимат В Одном Здании Да Насколько Это Удобно Очень Удобно Потому Что У нас ТО Одно Большое Естественно Очень Близко Работаем С ТО Соответственно Если возникла Какая-то Проблема Со второго Этажа На первый Перешли И проблема Решена А то есть Вы все равно Чуть-чуть Над ними Ну да Получается Так Я Шучу Конечно Вопрос Такой Вообще Отношения С ТО Как Складываются Я Почему Задаю Такой Вопрос Во многих Селах Акимат Допустим И Местное ТО Ну то есть Люди Которые Работают Здесь Получают Какую-то Прибыль С этой Земли Да Получается Они Просто Не Контактят Они Выкачивают Ресурсы Плюют На Людей Которые Здесь Живут Вот ТО Замешано Он нам Полностью Помогает И Как Б Сказать Что Наплевать На Население На Людей Нет Вы же Сами Видели Что У нас Все Для Людей В Принципе Все Что Здесь Построено Это Все Благодаря ТО Основной Вклад Это ТО Заречный Мы Дружим С ТО А не С нами Дружба Вот Плодотворна Я Думаю Вообще Вы Здесь Родственники Почему Потому Что Но Так Только В общем Доме Может Быть По Всему Поселку Стоят Вот Эти Вот Велики Вот Это Местное Население Просто Приезжает Оставляет Велики Не Привязывает Его Ни К чему Абсолютно Можно Взять Ох Давно Я не катался На велосипеде Прокатиться И Все Село Состоявшегося Социализма Скажем Так В Акмолинской Области Что Хотелось Бы Сказать Про Этот Поселок Вот Это Тот Самый Пример Когда Власть Когда Местное ТО И Люди Живут В Общем Доме Они Считают Это Своим Местом Они Считают Это То Самое Место Где Они Родились И Должны В Него Вкладывать И Судя Потому Что Мы Увидели Понимаешь Разницу В Отношениях В Отношениях Тому Месту Где Ты Живешь В Отношению К Людям С Которыми Ты Рядом Живешь Я Надеюсь Все Выпуски Которые Мы В Последнее Время Сняли О Селах От Муринской Области Станет Примером Для Всех Остальных И Те Люди Которые Живут Других Селах Наконец Задумаются С вами Был Ринат Голямов Специально Для Как Штал Тодей Говорим Интересно О Важном Всего Хорошего